За нынешнюю коалицию Рижской Думы проголосовало чуть больше половины тех, кто пришел на выборы. Но интересно, что есть районы столицы, где согласие и честь служить Риге получили абсолютное большинство. А есть также районы, где поддержка Ушакова была втрое меньше. Политические полюса столицы. Ушаковская команда реагирует на желания людей. Бывшая учительница Людмила Семеновна перечисляет, что изменилась Балдырая с тех пор, как Ушаков стал мэром Риги. Светофор поставили. Хорошо, потому что очень много неприятностей было. Транспорт, понимаете, это тоже очень многое значит. Причем часто очень стало. Селикатно привели в порядок. И вот сейчас стали отвлекаться. Между прочим. Вот насчет, я что делаю в Балдырае. Вот озеленение, чтобы сделали. Но у меня шаги уже идут. Плявники и Балдырае – те районы столицы, где за нынешнего мэра проголосовали больше других – 71%. Но абсолютный рекордсмен по его поддержке – Даогов Грива. Здесь Ушаков набрал почти 80% голосов. Полина тоже голосовала за согласие. Пенсия маленькая, летом приходится собирать и продавать цветы, говорит пенсионерка. Материальный вопрос оказался решающим. А вот он мне нравится. Он нам бесплатный проезд сделал пенсионерам. Хоть в Даогов Гриве нет своего преминада, зато на пляже живут лебеди. Местные жители рассказывают, с каждым годом район становится все более благоустроенным. Да много чего. Хотя бы взять этот стадион. Их таких, ну, только четыре вообще в Риге. Ну, во всей Риге. Он один из нас, ну, хороший стадион. Ну, и вообще, ну, и площадки, и улицы. Все улицы у нас, ну, как бы, но в асфальт положено. Если в Даогов Гриве сторонников у нынешней коалиции Рижской думы больше всего, то в Старой Риге, где сама дума находится, их меньше всего. В тройку наименьшей поддержки Ушакова вошли центр города 28%, а также Браса и Старая Рига 26%. Людмила до конца прошлого года сама жила в Старом городе. Говорит, неплохой результат новой консервативной партии отчасти ее заслуга. Она перед выборами подрабатывала, раздавая листки за партию Борденса и Стрити. У нее есть свое объяснение, почему жители Старой Риги мэра не поддержали. Ушаков симпатичный, умный человек, но он не хозяин Риги. Два года подряд Ригу зимой не чистят, а солят. Это портят машины, фундаменты домов и нашу с вами обувь. А Рига с нам упорвал Днекс. Он же ничего не делает. В счетах пишут то, чего не было. К примеру, мне писали «Очистка снега с козырьков входов». «Гляньте, где здесь козырьки? Их нет». Или «Стрижка кустов». «Где здесь кусты?» Для Маргреты, которая живет совсем рядом от Думы, порядок в собственном дворе тоже сыграл главную роль при выборе, за кого голосовать. «Вы видите, как машина тут проехала? По газону. Я писала управляющему и самому Шакову и предупреждала, не приведете двор в порядок, я голосовать не буду. Не привели в порядок, и я свое обещание выполнила. За Ушакова не голосовала». В целом же политическая активность рижан была выше, чем в общем по стране. Здесь в выборах приняли участие почти 59% избирателей.